Это был первый действительно такой фиаско. Посыпались головы. Есть нарушения по одному из критериев. Не пойман, не вор. Процедура не оплачивается вообще. Я тебя тварь засужу. Вот пепел, вот пепел. Смешиваем, посыпаем голову, говорим, что мы не правы. Чтоб стать царем зверей, мало вести себя по-царски. Надо быть царем. Мы только что посмотрели фильм «Джентльмены». Кстати, если вы вдруг его не посмотрели, обязательно посмотрите. Это один из тех фильмов, которые я пересматриваю несколько раз. В прошлой серии мы говорили про сбычу мечт, про то, что Лена получила дом, о котором она даже и не мечтала, если вы вдруг пропустили ее. Ссылка на это видео будет в описании. А если вы смотрите в Инстаграм, то, соответственно, пролистайте Ленту в Инстаграм, она там будет. Одной из моих мечт был собственный кинотеатр. К сожалению, я не мог представить себе, что это будет реальностью, потому что раньше в детстве все, что я делал, это смотрел диафильмы. Знаете, вот так направлял на стенку или на дверь. И крутил мультики статичные. И читал, что-то написано на этих фотографиях. Вот такой у меня был детский кинотеатр. Сейчас эта мечта реализовалась. Мы сидим в нашем кинотеатре, в нашем доме. И сегодня 2017 год. И мы будем рассказывать. Он, в принципе, один из самых напряженных. И мы будем рассказывать про невероятные перетрубации, которые происходили в сети наших студий. В 2017 году у нас максимальное количество городов. Это 9 городов. Это Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж, Иркутск вообще черти где, Санкт-Петербург, Москва, Уфа и Казань. У нас в этот момент работало больше 70 мастеров. И в основном это были медики. Мы начали внедрять в систему проверки качества работ Eyebrow Control. Это было очень тяжело. На этот момент практически во всех городах нашими мастерами были медики. Это были медсестры в основном. Ну и там где-то парочка врачей. Художников было мало. Работы были, на мой взгляд, очень плохие. По рынку они были, конечно, выше среднего, потому что учили мы очень сурово. Но контролировать весь этот поток в одно лицо мне, допустим, проверять, смотреть работы, это совершенно невозможно. Потому что слишком много работ. Каждый мастер делал, не знаю, 4-5 процедур в день. И огромное количество работ нужно было проверять. И вот мы внедрили в систему проверки качества. Система контроля качества всегда предполагает какую-то ответственность за ее нарушение. У нас была введена самая жесткая система. Это система штрафов, система дисциплинарной ответственности. И изначально, когда мы внедрили эту систему, было такое правило. Есть нарушение по одному из критериев. Процедура не оплачивается вообще. Естественно, был бунт. Почему так много вы забираете? Как так можно? И так далее. В итоге мы сказали, окей, мы не хотим ваши деньги. Давайте так. Нарушили качество какой-то критерий. А критерии разделены по направлениям. Симметрия, форма, прокрас. Их три, по большому счету. Если вдруг вы не видели вебинар про eyebrow control, он будет где-то здесь или в описании к видео. Если вы смотрите меня на инстаграм, то пойти на ютуб. Ссылка в описании. Там, в принципе, посмотреть сможете полную версию без цензуры. И в то же самое время посмотреть этот вебинар. Он бесплатный. Так вот. Какой-то из этих критериев нарушается. Мастеру назначается епитимия такая. Где он отрабатывать должен при помощи постоянных упражнений. Отрабатывает, предоставляет эти упражнения, результаты этих упражнений Лени. Либо контролеру какому-то. В городе, руководителю. В городе, руководителю. И после этого ему выдается та зарплата, которая была удержана. Вот так скажем. На это давался целый месяц. На это давался месяц. У них было достаточно времени. Но так или иначе, человек, эта штука достаточно ленивая. И люди начинали жульничать. Люди начинали ныть. Начинали говорить. О, ну как так? Это очень жестоко. Они, кстати, если вы посмотрите эфиры бывших наших сотрудников. Они сейчас ноют. Их качество упало. То есть, если бы вы смотрели работы до и работы после. Вы увидите, что у большинства качество стало хуже. Потому что нет этой плети, которая сверху щелкает кнутом, чтобы быстрее работали. Но при этом они все время говорят о том, что нас все время заставляли. Нас все время третировали. И штрафы, и ужасная обстановка в коллективе. Они не говорят, заставляли. Они говорят, нас штрафовали. Нас штрафовали, да. То есть, просто мы забирали у бедных мастеров их деньги. Крупотом и кровью заработанные. Да, ну, в итоге эта система, естественно, начала выдавливать тех людей, которые не готовы работать. Либо тех людей, которые просто бесталантны. У которых нет какого-то, знаете, природного понимания того, как нужно рисовать красивые брови, губы и левики. И Елена расскажет про очередность. Как это происходило и, собственно говоря, к чему это привело. Когда только мы ввели систему контроля качества, мы с этого момента начали проводить собрания. Ну, вернее, они у нас и так постоянно были. Мы закрывали студию, учились там. Но не было контроля за тем, что все внедрялось. То есть, то ли они посмотрели и ничего не применили, то ли им не дадут зарплату, если они не применят. Если они не сделают 20 портретов из-за одного нарушения, допустим. Я сейчас навру, но не меньше 10-20 работ по симметрии. И сам штрих на латексе. И причем они исправляли свои же работы. То есть, распечатывалось лицо клиента, которому они испортили условно брови. И эти брови стирались и рисовались новые. Причем это пока руководитель не одобрит. То есть, руководитель это всегда либо топ-мастер, либо владелец филиала. Почти во всех филиалах владельцы были действительно хорошими мастерами. У меня ремарка. Если вы хотите пройти такие пытки невероятные и еще заплатить за это деньги, пожалуйста, переходите в комментарии и напишите свое желание. Скажите, я была бы не против, если бы меня так потретировали и так меня потренировали. И мы посмотрим, насколько много вас, людей, которые хотят работать именно в таких ужасных условиях. Каждый день мастера во время пустых слотов или вечером, или даже домой они могли забирать оборудование и штриховать. Задача была отработать определенное количество на то, чтобы через месяц эта ошибка не повторилась. Как только мастер отрабатывал, все сдавал своему куратору, зарплата ему выплачивалась в полном объеме. И началось все, как Дима говорил только что, они начали просто врать, ныть. Врать это что значит? Это значит, что они брали там прошломесячные свои работы, говорили, смотри, я там отработал. Я же не полезу каждую проверять, а это тот клиент или не тот, потому что у них реально такие стопки бывали бумаги и латекса, которые нужно было бы проверять. Этот детский сад надоел, конечно, быстро и посыпались головы. Но это не все. Дело в том, что каждую неделю мы собирали общее собрание. Мы первый раз, допустим, когда я собрала, допустим, в Краснодаре всех мастеров, мы даже подключали другие города. Помнишь, ты настроил систему с админом, когда сидит толпа мастеров из разных городов, и мы разбираем работы. То есть мы берем работу мастера, которая не прошла по критериям качества. И я говорю, смотри, вот здесь там хвост завален, здесь хвост засажен, здесь пятна, здесь по симметрии неправильно. Вот эта форма не подходит этому лицу, потому что, потому что. И это было, не знаю, первые два-три собрания. Потом я включала, это мы делали на большом экране, причем тут же другие города видели тоже эту картинку. И со следующих собраний уже мастер сам должен был смотреть и говорить, так, вот здесь я сделала там то-то, сё-то. Если мастер сидит, говорит, я не вижу, это прекрасная работа, причем они часто так говорили, то я говорила так, теперь ты скажи, ты скажи. Но кто-то в итоге в коллективе видел, что что-то там пошло не так. И вот это все, знаете, публичная, условно, порка, потому что они же самые лучшие, а к ним же идут клиенты, которые не понимают нифига не в форме, они же с трешаками ходят, вы же все мастера, вы понимаете, что клиенты не видят, не понимают. Не все. Ну, очень многие. И они поют дифирамбу мастеру, более того, они идут стройными рядами, стройные ряды обеспечивал не мастер, а мы, потому что в этот момент мы поливали огромными деньгами маркетинг. Вот эти собрания, на которых мы разбирали работы, их ошибки, они были очень тяжелы для мастеров, потому что они все были по-своему звезды, они получали большие зарплаты, они, уже школа работала у нас, они обучали, и когда тебе прилюдно говорят, работа плохая, она говорит, да нет, она же классная, и ей объясняют расклады по полочкам, и там все остальные соглашаются, это было очень тяжело, и стрессово для них. И, да, и начались проблемы, то есть кто-то уходил сам, кого-то раз за разом, когда ты не получаешь зарплату в полном объеме, ты получаешь штрафы, не отрабатывая свои ошибки. Психовали, говорили, ой, все, я ухожу. Кого-то мы просто увольняли, потому что красная зона, это абсолютно показания к увольнению. Давайте еще раз, я сделаю ремарку и погружу вас в критерии. Критерии разделялись еще раз на три, это прокрас, это форма, это симметрия, соответственно, внутри каждого из критериев еще есть подкритерии, которые там описаны, как, что надо, можно делать, как нельзя делать, что выше, ниже и так далее. Еще раз, вы можете посмотреть в вебинаре, что такое критерии, но в зависимости от того, какое количество нарушений, и какие они были, а мастера по итогу разделялись на три зоны. Это зеленая зона, это мастер, который может тренировать, он может быть тренером, мастер с минимальным количеством ошибок, по-моему, там до 90... Кстати, тренером реально мог только в зеленой зоне, они бились, потому что там были зарплаты очень высокие у тренеров, помнишь, в то время? Желтая зона, это, соответственно, человек, который стремится в зеленую, и красная зона, сразу человек увольняется. То есть, если у нас после двух месяцев работы новый мастер не выходил в желтую зону, мы его увольняли. Соответственно, тот, кто его тренировал, по-моему, не получал зарплату. Да. У нас была еще такая система, что новички распределялись между опытными мастерами из желтой-зеленой зоны. И по истечению двухмесячного срока, если мастер оставался, и более того, если он выходил в зеленую зону, допустим, сразу, то есть тренировали его хорошо, и плюс мастер обучающий мог сказать, там, через неделю сказать, она бездарна, я не буду ею заниматься, потому что это трата моего времени. Если мастер подписывался на обучение новичка, это значит, что он видел перспективу и планировал получить большую зарплату за него по течению двух месяцев, когда мастер оставался в сети и приступал официально к работе. Так вот, по этим зонам я решил добить самолюбие мастеров и сделал публичную доску. На этой доске, это такая доска, на этой доске было написано один, первое место, такой-то мастер, зеленая зона, два, такой-то мастер, зеленая зона, три, такой-то мастер, и это видели клиенты. Да, да, да. И они приходили и смотрели, а что это такое? Это мастер в желтой зоне. А мой мастер в желтой зоне? В кровосной зоне? Там, да, там было такое, а они не хотели, чтобы это видели клиенты. Это очень стрессово, когда мастер такой весь, перец, он рассказывает клиенту, как ему жить, а сам в желтой зоне. Соответственно, это был дополнительный стимул к тому, чтобы стремиться из этой желтой зоны выровняться, как-то выйти в зеленую. Но, с другой стороны, конечно, это фактор стресса, который давил на психику. Потому что, например, Даша Пунько, она в зеленой зоне бывала вообще? Она бывала. Там были мастера, которые курсировали туда-сюда. Были мастера, четко зафиксированные в зеленой зоне, в желтой зоне, которые никогда в зеленую не ходили. И между желтой и красной курсировали, и мы увольняли, если они там задерживались. Итак, про то, как система выжимала людей из компании, примерно мы так описали. Уровень стресса вам тоже понятен. А для нас это все давалось не так просто. Потому что каждый сотрудник, которого мы увольняли, на самом деле это мы увольняли огромное количество денег, потраченное на этого человека. На обучение, на модели. Да, он просто занимал время, он занимал место в студии, он тратил расходники, он генерировал трэш. Для нас каждый человек, который уходил, это была боль. Но мы вынуждены были это делать, потому что для нас критерии качества были прежде всего. И одним из людей, которые в том числе были выдавлены этой системой, была Даша Пунько, человек, с которым у нас потом произошел конфликт. Но Лена расскажет, наверное, предысторию. Даша Пунько очень симпатичная, харизматичная девочка, которую любили клиенты. У нее очень хорошо был подвешен язык в плане общения. Причем мы смеялись. У нас, допустим, была Алина Вишневская, которая с каждым клиентом несколько раз в день повторяла одни и те же истории. Та-на-та-та-та-та-та-та. А тебя там уши развешивали, думали, а у нее одинаково все было. А Даша подходила, находила подход к каждому. Ну, то есть вот в этом плане она прям молодец. То есть мне кажется, она себя могла бы найти вот в какой-то такой другой сфере, не обязательно вот этой прикладной. Вот именно с прикладным у нее были сложности. Плохо видела форму, которая идет, плохо видела симметрию, жутко тяжелая рука, засаженные все хвосты. То есть и конкретно из-за нее и подобных ей мастеров я ввела правило начинать работать с хвостов. Потому что просто абсолютно невозможно было донести до них, что если ты начинаешь с головки, то к хвосту ты должен изменить усилия, потому что кожа тупо разной толщины. И у нас все работы красивый цвет вот здесь и от излома до хвоста засажены. То есть даже иногда выставлять нечего было, потому что так как мы никогда не редактировали фотографии в плане изменения формы, там, цвета в фотошопе, просто иногда тупо нечего было выставлять. И, кстати, из-за Даши Пунько я перестала капельно давать им миксы, потому что человек не понимает в цветах вообще. И вот этот случай, который я несколько раз рассказывала в прямых эфирах, когда я подхожу, и она мешает алый, красный, оранжевый, какой-то красный. Два очень теплых оттенка. Я говорю, какая цель? Зачем ты их мешаешь? Они даже, в общем-то, похожи между собой. А я хочу холодный розовый там цвет клиенту на губы. Я такая, все. Кстати, если вы не понимаете, какой цвет нужен клиенту, холодный розовый, теплый розовый, как там клиент осень, клиент зима, клиент весна и так далее, как вообще это работает, у нас есть замечательный вебинар, где Лена в течение двух или трех часов раскладывает все по полкам. Он есть в описании к этому видео. Переходите, ну и, собственно говоря, присоединяйтесь к людям, которые не как Даша Пуньку. Где-то плачет Даша. Короче, я ввела после этого просто уже цвета. То есть я создала линейку бровных и губных пигментов, и они просто брали, палитру мы создали, где нарисованы формы. У нас был такой каталог внутренний, когда они шли к клиенту каждому и говорили, смотрите, вот такие есть формы, вот такие есть цвета, давайте там подберем. То есть выбор как бы и клиенту давался. Боже, это было время, когда я искала, скупала трафареты. Я просто не знала, я билась как рыба об лед, потому что мы официально должны работать с медиками, мы работаем полностью официально, у нас медлицензия, у нас медики, и это не обучаемое абсолютно создание. Я ненавидела просто это время, потому что, помнишь, мы искали, у нас был Саша Коцарев, которого мы нашли, чтобы он должен был нам изобрести какие-то, стать сам классным мастером, и какие-то вот эти вот лекала, то есть для фиксации симметрии, ниточки, там вот эта вся ересь. Было время, когда я действительно покупала трафареты, чтобы попробовать, а вдруг им это поможет, потому что трафареты приложенные были лучше, чем формы, которые они рисовали, но когда я увидела, что они прикладывают трафарет наискосок, я сказала, ладно, это всё. То есть, ну, знаете, как я смотрю на клиента, и у меня в голове условные линии, где я вымеряю расстояние, где там параллели и прочее. Я профессиональный художник, я много лет училась, я пришла в живопись и графику, потому что я, в принципе, видела хорошо, и у меня были данные, и это не отнять. То есть мне было гораздо проще, чем условной медсестре, которую вырвали из поликлиники и сказали, на, рисуй на лицах, это сложно, это действительно тяжело и, возможно, для многих не художников, людей, которые нет этого видения красивого и формы симметрии, это невозможно в принципе. Но попробовать может любой, потому что также у меня есть примеры, когда человек-врач, человек-медсестра становились классными мастерами, прекрасно видели форму симметрии. То есть есть какие-то задатки, их надо развить. И есть люди, которые совершенно не обучаемые. Вот такие люди уходили из сети быстро, но были и те, которые вот середнячки. То у нее получается, то не получается, то вот это доктор Джекил и мистер Хай, то она вроде классно, симметрично все, но бывают лица сложные или, не знаю, не с той ноги встала. Короче, система начала выдавливать людей, они психовали, они начали обвинять нас в том, что это слишком. Постоянные, то есть кроме собраний в городах, где мастер-куратор, там мастер-владелец, были собрания еще партнеров. И когда вот мы встречались с партнерами, либо там в онлайне, либо лично встречались, основная песня была о том, что мастера больше не могут. Мастера вообще хотят уйти. И это была боль для всех городов, потому что, да, действительно, мы тратили большие деньги на то, чтобы привлечь моделей, разгрести негатив за ними. Потом, в принципе, когда мастер выходил, начинал работать, знаете, как я срок поставила? Семь месяцев. То есть примерно через семь месяцев постоянного такого сложного обучения мастер становился мастером. Когда они рассказывают, меня на второй день посадили на клиента, с клиента сразу полную сумму взяли денег, и я сидела, клиент даже не знал, что он клиент, я в первый раз в жизни держу машинку, я думаю, да что ж ты брехливая тварь-то такая, вообще какая жесть. Потому что, ну, я понимала, что этого человека уже можно оставить примерно после семи месяцев, вот этой вот муштры постоянной. А когда он приходил, так как я в студии бывало все-таки чаще, тогда обучением и контролем всех мастеров в Краснодаре конкретно занималась я. Я наездами бывала и в других городах, но вот Краснодар была моя вотчина. А он приходил, и либо он, ну, как это называется, когда ты вышел из супа, и видишь со стороны, что в нем. А я в нем находилась постоянно, глаз замыливается, ты перестаешь видеть, как человек общается. Это вроде норм, я не слышала, а ему ухо резало. Или он залезает, то есть он не художник, но он начал спустя, не знаю, пару лет видеть вообще четко и цвета. У него вообще нету проблем с цветами, и формы, и прокрас, и симметрию, и пятна. Он все видел, и он мне говорит, это что? Я тогда лезу, я упустила где-то, я, может быть, там не проверила все работы. Ну, это очень большое количество работ было. По поводу аудиторов. Мы сразу поняли, что так как процесс контроля у нас должен быть стихийный и огромный, то есть, ну, объем огромный, мы решили взять аудитора, этим аудитором было в декрете. Нет, там не так было, да, я расскажу. Давай. У нас сначала, помнишь, каждый месяц, в конце месяца я должна была сесть и проверить все города. Потом мы это раскидали на партнерах. Ты помнишь, была Куцеволова, Фомкина, те, которые художники. Конкретно Орешина, она еще работала даже, Саша, то есть, ну, такие Старшинова, Рамазанова, те, кто сами нормальные мастера. Мы поделили города по два города на лицо, и они сидели, разбирали. Причем надо было, допустим, Куцеволова в Питере, она разбирает Москву и Казань, допустим, там, ну, вот, то есть, чтобы они чужие города смотрели. И это довольно долго длилось. Они срались между собой, потому что там начинала названивать Куцеволова, говорит, да, это же отличная работа, та-та-та-та. Короче, они прям, реально, у нас чат был, где эта вот терка постоянная была. И были принципиальные, вот, допустим, Аня, там, нет, не пропущу, вот, нет, вот пусть, там, плохая работа. Я вот, ну, кто-то вообще от фонаря проверял. То есть, они же не были кровно заинтересованы. Эти города их, в принципе, не интересовали. Денег мы за это не платили. Это был такой, как бы, бартер между городами. И потом вот мы ввели уже, вот, прям отдел, когда Саша ушла в декрет, она начала проверять всех. Они, мастера, были уверены, что в результате каждого аудита в основе лежит заговор. И все хотят их замочить. Все хотят их в красную зону выдавить. Все хотят припозорить их. И из-за этого они воспринимали результаты этого аудита, как личную обиду. Хотя нам, в принципе, все равно. Ну, нам, как руководителям, важно, что извлечь прибыль, сохранить бренд имя. Сделать мастеров еще сильнее, еще лучше на конкурентном рынке. А они считали, что вот таким образом их пытаются унести. Это первое. Второе. Первый опыт аудитора, это был август 2017-го. Мы нашли человека с художественным образованием. Точно, это была не Саша. Первая девочка была какая-то другая. Да, мы просто перелопатили кучу. Какие-то экзамены делали. Вроде бы она начала видеть все. И она начала проверять все города. И посыпались претензии от партнеров. Да. От таких, как Аня Куцуволу, которая соображает. Она говорит, да как же она вот это пропустила, это не пропустила. И потом оказалось, что там девочка с линейкой по монитору лазит, замеряет. То есть она вообще там, ну, как бы не алло. И мы поняли, что проверять должен мастер, который понимает, что тут изгибы, сложность, там, кустистость бровей. С одной стороны, это должен быть мастер. А с другой стороны, мы поняли, что нужно изменять сами критерии для того, чтобы любой человек смог разобраться. И они в течение семнадцатого года тоже менялись постоянно. Мы упрощали, упрощали, урезали, урезали. Потому что сначала было так. Угол БЦА должен быть меньше угла БЦ3 на там, на два градуса. Условно. Естественно, обычный человек этого не поймет. Поэтому мы примерно вынуждены были постоянно их упрощать. Упрощать, чтобы их воспринять было просто. И усложнять в то же время. Миллиметры уменьшать. Ты помнишь, в самом начале, когда мы сделали, прописали критерий, там чуть ли не до полусантиметра разрешалось размах бровей. Но и постепенно мы сжимали вот эти рамки, чтобы мастера постоянно оставались в тонусе. И постепенно пришло вот к тому, что сейчас есть. И как сок из граната выдавливались мастера из студии. У нас даже была программа, помнишь? Но ее не допилили, по-моему. Когда ставишь галочку, то есть смотришь работу, и у нее список критериев, и ты ставишь, что не так, то есть мастер залезает. У нас еще были проблемы с мастерами, когда они говорили, да за что она меня оштрафовала, там все нормально. И приходилось мне влезать в чат и говорить, смотри, вот здесь там вот то-то, сё-то. Потому что они катили бочку на проверяющего. И вот эта программа, по ней Саша даже работала, оценивала по ней. То есть прям реально стоят галочки на нарушениях, чтобы мастер залез и понял. Это внутри в сервисе системе у нас. Да. Она продолжает работать там. Ну да, вот. Люди на потусторону экрана могут скачать файл и посмотреть критерии? Конечно. Этот файл, эти критерии, они в свободном доступе. На то, чтобы их разработать, мы потратили огромное количество времени, собственной крови, сил и нервов. Но в рынок вам он достается абсолютно бесплатно. Для того, чтобы его получить, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании. Если вы смотрите на YouTube, если не смотрите на YouTube, перейдите на YouTube, там в описании будет. И скачайте, и проверьте себя, и посмотрите, в какую зону вы попадете. Ну и можно видео посмотреть. Там тоже всё разжёвано с примерами. Видео очень долгое, на самом деле. Лучше взять файлик и попробовать проверить себя, в том числе, если что-то непонятно, смотреть видео. Такие мастера, как Дарья Пунько, Аня Дубовик, Белла Разманова, ну и ещё многие это мастера, которые конкретно со мной работали в Краснодаре. Я их учила, я тратила на них очень много времени. Я билась за них страшно с Димой на локтях, когда он приходил, вот эти вот свои как бы приходы на собрания, на общее. Потому что кроме того, кстати, что мы разбирали работы, их постоянно были собрания, где он разбирал общение с клиентами. То есть тренинги и вот это всё. Они не были постоянные, но эпизодично такое было. Ну, довольно постоянные. Просто они не были такие частые, как мои, потому что мы каждую неделю встречались. Когда он приходил и говорил, нет, её надо увольнять, я начала говорить, ну так хорошая, у неё там и это то. Потому что я с ними вот в этой кастрюле варилась, я знала их проблемы. Девочки-то, в принципе, ну правда, что плохого-то в них ничего не было. Они там мне что-то доверяли, какие-то свои там тайны и сложности там в жизни тролливали. Плюс они там кто-то действительно очень сильно старался, чтобы соответствовать нашим критериям. Кто-то забивал, я злилась, но прощала, потому что на мне дети верхом ездят. Так же там было. А он, если сказал, то он делает. Ну и несколько раз я всё-таки отстаивала мастеров. Вот конкретно Дашу отстояла тогда. Давайте про Дашу расскажу. Первый звоночек. Даша, она очень позитивный такой человечек, очень добрый. И ты с ним общаешься, ну какой классный, какой боже адуван. Пока вы не узнаете её вторую сторону. Я не специалист, я не доктор, я не ставлю диагнозы, но мне кажется, что у этого человека как раз-таки биполярочка, потому что не может человек меняться по щелчку вот так. Дело в том, что перед её увольнением мне, у меня реально настала пора, когда я еду на работу и у меня такое ощущение, что я хочу избежать этого. То есть мне стало неприятно ехать и туда, и именно из-за неё. Потому что от буйного счастья, веселья, когда она зажигает всех вокруг, клиент, и всё искрится вот прям вот так вот, до вот этих соплей, когда так вот рыдает человек, вот прям тут же там могло полчаса пройти, и ты должен это решать, видеть, сочувствовать или что-то как-то себе вести. Потому что для меня это дико и очень далёко, вот эти перепады, такие настроения. Ну вот он конкретно сейчас говорит об этом. А я это видела всё время. Я прихожу, для меня ещё раз, люди делятся, которые на меня работают на профессионалов и на непрофессионалов. Вот профессионалы, это в любом моменте, когда у тебя, например, как у Лены, умерла любимая собака, когда кто сталкивался с потерей питомца, тот понимает, но она выходила и работала, никто не видел, что у неё умерла собака. И я уверен, что, ну потому что люди прилетели из другой страны к ней учиться, она не может себе позволить сопли. А Даша, я прихожу, клиенты, она истерит. Мы пытаемся, что случилось, как? Я думаю, кто-то умер наверняка. Ну, не знаю, так можно истерить только тогда, когда кто-то умер. Нет какая-то там мелочь. Это ужасно. Потом Даша ещё что-то сказала, там, условно, да. Я ей говорю, Даша, помой рот свой, после того, как ты такие слова говоришь плохие. Ну, она что-то в мой адрес или, я не помню, в адрес клиента или ещё что-то. Всё, и истерика, и тут ужас, и тут кошмар. Ну, вот этот стереотип, что девочки на работе, они божьи одуванчики, которым всем должны помогать, решать их проблемы, они приносят свои проблемы на работу. Более того, они там срались, они там устраивали скандалы, интриги, расследования, они друг у друга парней отбивали. Там ты же многого не знал. Там, короче, это была прямо Санта-Барбара, особенно, когда у нас иногда появлялись мальчики работать. Ну, и они умудрялись, они город маленький, где-то тусят вместе. Короче, вот это всё приносилось на работу. То есть я никогда не хотела работать в коллективе, в котором друг против друга там дружат, условно. И мы пытались это искоренить, но вот это всё процветало именно в тот момент, почему-то очень активно. По поводу Санта-Барбары. Вот, возвращаясь к увольнению Даши, мой помощник, которого я вынужден был уволить после той ситуации, которая произошла с Пунктом, мы сейчас, да, давайте расскажем. Он, мы с ним общаемся регулярно. Привет, Виталик. И последний раз я говорю, представляешь, а я-то, и кто-то мне сказал, я не помню кто, что оказывается Даша говорит, что она уволилась из-за того, что Лена создала невыносимые условия, потому что я к Даше домогался, а Лена ревновала. Харрассмент. Короче, харрассмент. Это если бы был Вайнштейн чуть раньше, это было бы прям актуалочно. Слушай, если бы, если бы я, если бы ещё по делу бы, вопросов не было бы, не так было бы обидно. Короче, история такая. Я прихожу на работу, у Даши истерика, она меня зовёт на кухню. Ну, кухня – это у нас место, где девочки обедали, там, чай пили. Вернее, мне говорят, пройди ты тебя, Даша зовёт. Я такая, блядь, как на ковёр иду к ней. Думаю, сейчас что-то будет опять очередное. И она вот как раз в таком состоянии, так вот текут сопли, она рыдает. Я говорю, ну что, что? Ну, она мне что-то рассказывает, как бы это её лично не касается. Это просто какие-то личные вот эти проблемы. Она говорит, я совершенно не могу работать. Мы отменяем всех её клиентов, я иду ей навстречу. Больтого я тебе даже об этом не говорила, по-моему, да? То есть, если бы ты узнал, что вот просто от того, что у человека истерика отменили, там, на неделю или на две вперёд клиентов, чтобы она… Что такое отмена клиентов? Давайте так. Во-первых, клиенты с чеком, например, там, 6 или 7 тысяч рублей не могут попасть к мастеру за 3. Соответственно, ты должен более дорогому мастеру их перевести. Дальше. Вторая проблема. Клиенты сдвигаются. Это негатив. Всегда люди недовольны, что их двигают. В общем, любое изменение, особенно серьёзная графика – это стресс для системы, но, как бы, когда человек болеет, мы это можем понять, но когда такая ситуация, я бы действительно уволил. Да, я этого не говорила. Ему я дала добро на то, чтобы перенесли, но потому что я понимаю, что она реально не в состоянии работать. То есть, она бы только хуже сделала. Всех клиентов раскидали, перенесли кого-то на дальше, кого-то к другим мастерам. И она, там, через день приходит и говорит, «Лена, я не могу дома находиться. Прямо вообще мысли плохие всякие. Давай я буду на работе тусить. Чего там ей делать?» Она говорит, «Давай склад разберу». А склад у нас в тот момент был в общем доступе. То есть, у нас общее помещение студии, мастера курсируют, открытый склад, на котором лежат все-все расходники, машинки, пигменты, иголки, ватки, ватные диски. Короче, всё-всё-всё. Да, вплоть до ламп запасных, то есть, чтобы тут же поменять, если что-то пошло не так. И, конечно, там, где девочки, там бардак. Там всё просто вот так вот, сикость-накость. И я говорю, «Ну, давай». Она пошла, разбирала склад, не знаю, дня два-три. Потом сказала, «Я готова выйти». Я ей дала координаты врача, который мог бы помочь ей, как мне показалось. Она к нему сходила, он ей действительно помог. Она прям воспряла духом всё. Сказала, «Я могу выходить на работу раньше уже времени». Мы опять всех ей клиентов вернули. Она начала работать. И это было очень такой короткий срок. То есть, для меня это было уже вот прям вот. Моя чаша была полна вот этими расхлёбываниями её проблем. И в то же время очень жалко своего времени, которое я потратила на её обучение. Она потому что в хорошие свои периоды была действительно классная девчонка. Очень прикольно вела Инстаграм. Мы даже хотели её сделать, может быть, вот в Инстаграм. Как это? С связи с общественностью через неё. И, ну, жалко было. И по-человечески жалко. Но накопилось настолько, что я вот, как бы, не то чтобы я искала повод, да, но он сам случился. То есть, она зовёт меня, иди сюда, говорит, смотри, там клиенты другие, её клиент сидит с мамой, с дочкой, дочка ждёт. Она говорит, смотри, как отлично всё зажило. Вот что ты говоришь, что… То есть, у неё тоже, как и у всех, было ощущение, что я специально ищу плохие работы и тыкаю носом в них. И говорю, вы плохой мастер, тренируйтесь, или я там заберу вашу зарплату или что. Ну вот. Она говорит, смотри, какая классная работа. Всё же отлично зажило. И сидит женщина, у неё, всё фиолетовые брови, вот прям, засаженные жёстко вот по всей форме, они прикрыты волосками просто. И как бы с расстояния в полтора метра не особо бросается, просто потому, что свои волоски создают вот оттенок более-менее. Я раздвигаю волоски, говорю, Даш, ну тут фиолетовые. Говорю, ну извините, так и так. То есть, если бы она это сказала в Залипаловочной, это место, где мы там тусили, общались, смотрели работы, контроль там, ну короче, вот это всё. Если бы она мне сказала, смотри, вот это хорошая работа или нет. То есть, я хочу понять, там, что изменить, или там, ну вот. Я бы сказала, нет, Даша, смотри, тут оттенок неправильный, ты здесь работала глубоко. Она мне это сказала, во-первых, я её руководитель. У нас, конечно, очень простые были отношения. И были, и есть со всеми мастерами. Мы всегда на «ты». В любой момент можно написать, позвонить, что-то решить. То есть, мы вот прям на связи. Но тут это было сделано при других мастерах, при клиентах. Я не могла просто сказать клиенту, да, это отличная форма, отличный цвет. Я, конечно, говорю, так, ну, сейчас процедуру вы делать не будете, там была коррекция. И делать бессмысленно сверху накладывать цвет. То есть, мы всегда перед клиентами ошибки признавали. Я говорю, вам нужно сделать лазерную коррекцию, буквально это бесплатно, там, 5 минут делов, и мы изменим этот оттенок. Подбегает дочка, говорит, а у меня, у меня тоже всё зажило. Я говорю, чёрт, помери, вам тоже надо лазерную коррекцию. И они начинают разглядывать, такие, ой, и правда, и правда. И Даша там наливается вот это слезами глаза, и она вот психанула. Всё, я так больше не могу, я ухожу. И говорит, да, уходи, всё. Ну, прям. И я не хотела останавливать её ни секунду, потому что вот прям уже вот тут было у меня вот эти качели бесконечные. У Даши, как и у других мастеров, которых мы пытались выдержать при помощи ученического договора, по-моему, там был ученический договор всё-таки, был срок, который она должна была отработать. И ей осталось отработать, я буду врать сейчас, я не помню. Ну, может, полгода или месяца семь. Полгода, месяца три-семь, неважно. Ну, как бы было время ещё, когда мы можем привлечь. То есть она проработала у нас больше двух с половиной, ну, вот где-то два с половиной года. Ну, да? Два, два с половиной, что-то прям довольно долго. И когда у человека возникают сомнения относительно адекватности нашей, ну, а расстались они с Леной не очень хорошо, потому что Лена психанула, психанула, да, сказать. Ну, даже не Лена психанула, психанула Даша. Ну, а Лена, собственно говоря, не стала этим психом потакать, сказала, не стала опять в очередной раз расхлёбывать, сказала, ну, и всё, иди. И мы даже, в принципе, не против были, чтобы она работала на себя. Мы говорим, ну, не вопрос. Да, она так долго работала на тот момент с нами, что иди работай ради бога. Да, иди работай, да, ты, ну, вообще претензий никаких нет, расстаёмся хорошо. Я попытался этот конфликт погасить, я пригласил её, мы живём в немецкой деревне, вы видели в прошлой серии, я об этом рассказывал. И мы прошлись, прогулялись, по-моему, с собаками, мы же с собакой шли, что-то, пока Лена была на работе, прогулялись. Я говорю, всё, Даша, мир, дружба, жвачка, вперёд. Просто я не хотела с ней общаться больше, а договориться, как расходимся, ну, надо было. Ну, надо было. И вы решили, что она может идти, работать, делать, что хочет, только клиентов не трогать, потому что они не её. Да, клиенты, я говорю, ну, как бы, надо быть человечным. Значит, проходит несколько, наверное, дней буквально там. Да, она начинает работать, буквально, буквально через там дня три после ухода из студии. За это время невозможно. То есть она не готовилась уйти, это был псих. Либо она там специально меня спровоцировала, чтобы уйти. Я уже там не знала, что думать. То есть зачем она просилась разобрать склад? Зачем она вот эту ситуацию тупую спровоцировала? Причём она была на пустом месте, всё нормально было. Она начала работать сразу, буквально дня через три. И ещё мне вот в день, когда она последний день там доделывала каких-то клиентов, которым прям вот горело сделать процедуру, мне девочки сказали, она ходит и снимает, ищет, прям на телефон снимает, ищет там. О, вот здесь вот в урне иголок слишком много, они не покрыты жидкостью. Это даже, это, в общем-то, была её работа, потому что они по сменам дежурили, приводили всё в порядок. И она, короче, искала какие-то доказательства плохой нашей работы, чтобы, возможно, если мы подадим на неё в суд или что, она там уже тогда думала, я не знаю, чтобы нас ткнуть носом вот в это. Ну, я говорю, всё, выприте её отсюда нахрен, все закрыть там двери, не пускать её. Мы выплатили полностью все зарплаты, не удерживали даже штрафы никакие, да, ты помнишь? Всё, выплатили, она ушла. И тут же мне кто-то, всегда кто-то из девочек, а, кстати, Белла и Аня Куцвола, они уже дружили на тот момент, это же Санта-Барбара, ядрё на бошь. И они там не поделили какого-то парня, чуть ли не этого Влада, с которым Белла встречается или что-то такое, он там уже с Дашей пытался встретить. Короче, у них там вот этот детский сад Козюлька, и они друг друга страстно ненавидели, потому что вот прям вот эта бабская нелюбовь. И, по-моему, Белла, Белла как разведчик, у неё куча там аккаунтов левых, она с них посла там всех, и она сказала, Даша работает, уже клиентов принимает там на какой-то третий или четвёртый день. Она такая, ну капец просто, ну вот действительно, все расходники и машинки надо ждать, то есть они должны прийти. Тогда даже особо интернет-магазинов не было, то есть она быстро нашла, где работать. Ну ладно, думаю, хрен с ней, нашла. То ли Белла, то ли Аня тоже. По-моему, это была Аня, потому что она приехала из Питера как раз тогда, они тут что-то общались, гуляли. Она, естественно... Для всех, кто не вхож в нашу семью, кто рядом с нами вот так не посиживает, Аня, это Анна Куцевова. А, ну да. Они с Беллой были подружки. И, короче, на работе она торчала, зашла, авторизировалась. Она, вернее, хотела что-то в Телеграме написать, а у нас на рабочем компьютере директор авторизировался, чтобы раздавать указания. То есть это был Телеграмм Алины Вишневской, которая была на тот момент директором, который управляет расходниками, мастерами, владеет клиентской базой. А директором она стала после того, как ее выдавила система контроля качества. Кстати, да. Алину Вишневскую, нам она казалась вообще отличной, хорошей девочкой, но она не смогла быть мастером, потому что провал, 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 красная зона, и мы предложили ей уйти. Но так как она такая хорошая, изнутри кухню знает, мы предложили остаться и повысить ее до директора. Ну, в принципе, эта работа не такая сложная, как кажется, когда ты говоришь о директоре, особенно в студии. Она подписана больше. Причем, да, она тоже неплохо общалась с клиентами, разруливала негативы. Короче, вот этим всем занималась. И Аня залезла в компьютер и увидела переписку в телеграмме Алины Вишневской и Даши Пуньковой. Аня Куцеволова. Да, Аня Куцеволова. Прислала мне скрины, и в этой переписке они явно наших клиентов. То есть Алина спрашивала, слушай, я к тебе со своим клиентом из студии приду, сколько я тебе должна заплатить за это? Даша говорит, столько это. А я там тебе еще отсыплю клиентов, а это сколько будет стоить? Хорошо там не было. Я расходников тебе принесу, с собой возьму. Короче, это просто. А причем там Вишневская собиралась со своим оборудованием, то есть с нашим оборудованием. Мы такие, что? Ну как это так? Я всплакнула на эту тему, потому что это все было острое, какое-то такое нервозное время было неврозное, или как сказать. Давайте еще немного подсыплю перчинок в этот сериал. Значит, у меня был помощник, который сейчас, с которым мы сейчас общаемся, Виталик. Сейчас у него все хорошо, но на тот момент он фанатист, он был фанатом студии, и он хотел открыть филиал. Просто он горел. Говорит, я хочу. А чтобы вы поняли, Виталик, это такой двухметровый гигант, с такими руками, как две моих, вот такими. Я говорю, Виталик, ну серьезно, ну ты же не мастер, не художник. Он классный пацан, но говорю, ну знаешь как, найди себе жену мастера и вот велкам, пожалуйста, открывайте. И он сначала... Он, кстати, по-моему, даже что-то порисовал, но там мы поняли, что вообще нету шансов ему стать мастером открывать студию и нашли для него другое направление. Женись на коне, девчонки, смотри, какое у нас тут. А он молодой, симпатичный и все. Да, он давай к Пунько. Пунько его отбрило. Он давай к кому-то еще. Короче, в итоге он начал общаться с Вишневской, с Алиной. А Алина Вишневская, это, ну может быть, метр пятьдесят пять роста. Виталик там два. У них разница огромная. Это было комично, но неважно. Мы не осуждаем, как бы так, как есть, как есть. Они очень плотно общались, дружили. И сейчас Виталик в итоге говорит, что они, когда уходили, наворовали пигментов, наворовали расходников, с его слов. Они делились с ним, когда были друзьями. Потому что я вынужден был после этой переписки, я понимаю, что Вишневская, которой мы доверяли, пытается нас вот так заюзать. А у нас разговор короткий. Когда пытаются нас бросить, кинуть, обмануть, сразу, до свидания, мы разрываем. Мы даже не обсуждаем. Как бы, ну мы можем обсудить, если вдруг, чтобы исключить ошибку, но вообще... Но там было невозможно ошибиться. Просто все доступы обрываются. И самое противное, что Виталик, который был ни при чем, тоже попал под раздачу, потому что я не мог, к сожалению, его оставить в компании после того, как уходит близкий человек. Понимаете, о чем речь? В итоге я увольняю Виталика, который мне потом вот эту инсайдерскую информацию сообщает. Они потом продолжили общаться, да? Да, они продолжили общаться, да. Короче, как, ни пойман, ни вор. В тот момент у нас камер на складе не было. После этого мы закрыли склад, повесили камеры, все пересчитали. К складу доступ остался только у там определенных лиц. Ответственных. И да, доверяй, но проверяй, ну как бы доверяй, мы убрали. В итоге, естественно, Даша, которая могла уйти без конфликта и по-честному, все, как бы никаких претензий к ней не было, спокойно бы работала. Она ушла не по-честному, и Лена сказала, все, я хочу крови, я хочу, чтобы... А нафига мы эти договора заключали? Ну, как бы, еще раз, это была личная вендетта за то, что ее так обманули. А может быть, она просто ревновала меня к ней? Итак, я предлагал, говорю, слушай, ну отпусти их. Ну, что тебе эта жизнь насекомых? Пускай там спокойно общаются, ты другой уровень. Вот как вы пишете в комментариях, отпустите, ничего страшного. Примерно то же самое. Он, кстати, мне говорит, отпусти. Их накажет там, что, судьба, Господь, кто их накажет? Я за экологичность. Я верю в то, что рано или поздно их накажут. Но она нет, она говорит, я хочу крови. Хорошо. В итоге был... Я сейчас эмоцию сниму чуть попозже. Был судебный процесс. Даша, конечно, с ее... На фоне того, что она эмоционально нестабильна, она очень сильно переживала на эту тему. И я уверен, что это сильно испортило ей жизнь. Ну, реально попортило нервы и жизнь. И в итоге... У нее был, кстати, очень хороший адвокат, верный, который вцепился просто как питбуль в нас. И, в общем, они отжали от нас какую-то недовыплаченную зарплату. Мы какую-то часть там этих расходов. В итоге помотали нервов. И там, и там были большие потери по деньгам и нервам. Ну, как бы у нас не было, у нас юрист этим занимался. И потому что мы можем себе это позволить. А Даша, конечно, была сильно вовлечена. И... Но Лена была удовлетворена. Сейчас я думаю, что, может, это и было лишним, но тогда я очень была злая. Мне прям очень это... Мне было хорошо, когда ей стало плохо. Вот скажем так. Сейчас мне уже наплевать вообще. Да, мы даже обсуждали вот... Вы же всегда нам присылаете самое такое свежее из жизни наших бывших сотрудников. И Даша записала обращение хейтером. Она так это назвала. И она сидит на кухне, волнуется. Она пытается что-то сказать. Ее так жалко. Да, мне даже стало как-то прям... Ее жалко реально. Я решила вот видео снимем, потому что она просто историческая фигура в нашем видео, в нашем сериале. И больше не буду ее трогать. Пусть работает, делает, что хочет. Даша, и вот моя рекомендация тебе. Смени профессию. Ты как мастер слабая. Ты как производитель пигментов. Как может производить человек пигменты, не понимая в колористике. И она еще сейчас тренер тренеров. Ой, ну да. Кстати, вот с этим... Это тоже всегда задумайтесь. Не существует тренеров тренеров, которые выдают дипломы государственного образца, позволяющие вам работать. Это брехня. И таких людей немало, на самом деле. Но имейте в виду... Для того, чтобы быть тренером тренеров, наверное, у тебя должен быть какой-то бэкграунд. Я не знаю. Вот я задам сейчас вопрос. Подумай. Ты можешь открыть продукт, тренинг для тренеров? Или насколько это вообще корректно? Я думаю, есть куча каких-то фишечек, которые я могла бы передать и научить тренировать. Но опять, у нас же было много тренеров, в которых мы... Вот он в зеленой зоне мы выдвигаем, и человек не может объяснить. Он не может... Он сам делает хорошо, но не может объяснить. И даже более того, были мастера, которые великолепно объясняли, учили. То есть теоретически ты очень хорошо понимаешь, как это правильно, но сам не можешь рука тяжелая. То есть вот это вот интересная такая вещь. Не все могут тренировать абсолютно однозначно. Если у людей есть потребность к этому, то... Ну, теоретически есть, да, что дать. Но я же не могу официально дать им разрешение работать. Нет, это понятно. Ну, в общем, методологию. Сколько подготовила ты людей? Бог мой, да. Ну, много. Я думаю, что... Вернее, я знаю, что у многих из прошедших мой вип, допустим, есть свои студии со своими внутренними мастерами. Короче, если вам интересен продукт «Тренер тренеров», и мы сейчас изучаем рынок. Во-первых, человек, который должен этот продукт вести, он должен иметь моральное право это делать. У Лены абсолютно все моральные права для того, чтобы это делать, есть. Потому что она обучила реально огромное количество мастеров, успешных мастеров. Если вам это интересно, напишите в комментариях. Может быть, мы это обсудим, но опять-таки даже мы сомневаемся, насколько он целесообразен. Ну да. Но, может быть, мы неадекватны. Пишите в комментариях. А мы меняем локацию, забываем про Дашу Пунько, Даша Аревидерчи. И переходим к самому интересному, к тому, какие выводы мы сделали из этой ситуации и как мы защитились в дальнейшем от вранья. Мы перебрались из кинотеатра в спортивный зал. Его мы оборудовали… Ну, не могу сказать, что это мечта. Это такая мечта, о которой я даже не мечтала. Короче, у меня есть свой спортзал. Карантин я здесь переживала благополучно. И вот здесь стоят аэробные тренажеры. И напротив них у нас есть тоже кинотеатр, еще один. И мы смотрим всякие сериалы и кино, потому что мы очень любим художественные фильмы. И здесь, кстати, вы можете увидеть десятая серия, вот она видна, в которой мы рассказали все самое интересное. Эта серия, она не видна подписчикам нашего канала на YouTube, но при этом ее могут посмотреть примерно за 2-3-4 дня до премьеры подписчики нашего телеграм-канала. Также там публикуются личные посты делены и мнения без цензуры. Это та информация, которой нет нигде в других социальных сетях. Пожалуйста, переходите, ссылка в описании, просматривайте. Я думаю, что там будет самое интересное. В 2017 году произошло, с моей точки зрения, такое революционное событие. Не знаю, как нам это пришло в голову, кино смотрели или что, но мы ввели детектор лжи при приеме на работу мастеров. В принципе, всех сотрудников в течение года, там раз в полгода или раз в год, смотря какую должность занимали, мы проверяли через, прогоняли через полиграф. И это сразу на этапе собеседования еще, нет, знаете, когда мастер проходил собеседование и должен был приступать к обучению. Вот на этом этапе полиграф отсеивал самых вообще вот этих наглых упырей, которые просто приезжали из других городов, говорили просто «Леночка, так люблю вас, столько всего смотрела, вот приехала с вами жить, работать, учиться, мужа нахрен бросила, все, вот тут буду с вами жить, у вас это самое». И на полиграф ее отправляем и приходит ***, ***, брехня, брехня, короче, не любит она меня, приехала просто учиться. И вот таких было действительно много, я удивилась, то есть там прям было в цвет, там даже мы ввели такую графу, потому что, знаете, были зачем пойманы некоторые люди. То есть та же самая Пунько или Вишневска, они рассказывали, слушай, да они учат бесплатно, ты главное приди там, на вопросы я тебе помогу ответить. У нас были такие случаи на наши дурацкие вопросы, которые выявляли там вот эту вот вселенскую глупость. И мы ввели пункт, где был вопрос, а вы знакомы с какими-то из бывших сотрудников, то есть если да, то у нас сразу, мы настораживались. Вот. И для него это не было так значительно, как для меня, потому что он не нес таких энергопотерь при обучении вот этих мастеров, которые якобы хотели с нами работать навсегда. Я понимаю, когда через год-полтора приходит мысль, что ну, кажется, я хочу сама работать, мне надоело, там мне некомфортно, я переехала, всякие случаи бывают в жизни. Но когда прям осознанно шли и врали и говорили, что хотят с нами работать, вот этих уродов мы отсеяли сразу. Ну, что касается полиграфа, я не в таком восторге, потому что, конечно же, он, во-первых, не дает гарантию того, что человек его не может обойти. Это сложно, но обойти его можно. Но самое важное, это то, что люди понимали, что даже через полгода у них спросят. А ты воровал? И зададут самые неудобные вопросы. А ты базу сливал? А ты передавал конкурентам информацию? Ну, в общем, естественно, когда ты понимаешь, что у тебя грядет проверка, ты этого делать не будешь. Ну, или как минимум у тебя барьер для того, чтобы это сделать, чтобы так поступить будет намного выше. Поэтому полиграф – это не дешёвая штука. Каждая проверка стоит где-то 3-3,5 тысячи рублей. Соответственно, у нас сотрудников, например, в Краснодаре там 10-12 человек. Вот тебе и сразу 40 тысяч рублей дополнительных расходов. Но это оправдывалось. Полиграф проходят сейчас все сотрудники, которые приходят на все позиции. Мы планируем сохранить это внутри управляющей компании. Это хорошая штука, если у вас есть возможность, если вас задрали вот такие вот деятели, которые приходят… Давай. Я вспомнила. Это после того про лодку. Это после этого ролика. Ты же его принёс такой… А давай сделаем. Помнишь? У меня лодка, её зовут Рак. Рак. Помнишь? Это большая сумма, Дэйн. Ладно. У меня был Рак. Я купил лодку и назвал её Рак. Пик-пик. Её надо вставить этот ролик, он же гигант. Ну, не понял. Я его смотрел очень давно. Да, блин. Там что-то вот с ним связано было. Итак, если вы по какой-то причине ещё не ввели в своей компанию Полиграф, пробуйте. Мы идём дальше. Мы сменили комнату. Это комната в подвале – то место, откуда я веду и вела свои вебинары, где снимаю кучу обучающего видео и пропадаю здесь периодически надолго. А иногда сюда не захожу долго. Я хотела рассказать о том, как я подвыгорела во время обучения вип-адвансом, почему я вообще отказалась от этих курсов. После того, как мы провели вебинар с Димой о том, что вот скоро начнутся такие-то крутые курсы с огромным количеством моделей. Тра-ля-ля, они очень дорогие. Приехали ко мне мои первые студенты – иностранцы и после этого они поехали прям сплошной чередой. Это такой, не знаю, сарафан работал. Может быть, это мои бесконечные трансляции. То есть, как только я объявила, что такие курсы существуют, я стала их проводить каждый месяц практически. То есть, они прям записывались. Я не могла отказаться. Я даже вспомнила время, когда в самом-самом начале я работала мастером, и ко мне записывались клиенты. Они просили меня там на выходном, там еще где-то. И я же понимала, что это деньги, я не могла отказаться. А когда это такие деньги огромные, то есть за один курс я зарабатывала, получается, миллион пятьдесят за девять дней работы. Она была, конечно, тяжелая с утра до ночи, пахота, еще за месяц до этого дистанционное обучение. Но это были колоссальные деньги, от которых я не могла отказаться. И они шли каждый месяц. В том числе мы выплачивали дом. И кроме этого, конечно, был другой доход. Но кроме того, что миллион в месяц мы платили за дом, мы еще делали параллельный ремонт, сажали деревья. Мы вас подведем, покажем на нашу территорию. То есть, мы хотели въехать сразу в готовый дом с зеленой территорией. Особенностью курсов было то, что при такой высокой цене позволить себе их могли только иностранцы. Первое время, первые несколько месяцев, это были сплошные русскоговорящие, то есть, разъехавшиеся эмигранты, либо из бывшего Советского Союза, там из Риги, или кто-то, переехавший в Австралию, из Новой Зеландии были. То есть, когда я поняла, что ко мне едет Новая Зеландия на обучение, я просто офигела, потому что это прям вообще другая сторона земного шара. Можно я вставлю пять копеек? Что такое Новая Зеландия? Краснодар. Рейс. Рейс занимает около суток. Не около, а вообще-то сутки. Может быть, даже больше. Вы проводите в дороге. Прямых рейсов на Москву нет. Есть стыковочные через Дубай. То есть, это Окленд, Дубай, Дубай, Москва, Москва, Краснодар, Краснодар, Москва, Москва, Дубай, Дубай, Окленд. И это колоссальные эмоциональные потери, потому что ты выгораешь, когда ты столько времени находишься в аэропортах. Тем не менее, люди, которые понимали, что они готовы оттачивать свое мастерство и хотели познакомиться с Леной и чему-то научиться, летели сюда. А люди, которые живут в соседнем Ростове и говорят… А вы не приезжаете? А вы когда приедете меня поучить? В шахтах, когда откроете уже школу, в конце концов, я хочу получить мастер-класс. Все, кто живет в шахтах Ростове на великой необъятной нашей бывшей родине, в нашем Советском Союзе, пожалуйста, не стесняйтесь подрываться и приезжать. Люди из Новозеландии прилетают, и все у них хорошо, и в Соединенных Штатах. Не то чтобы ко мне, а к тем мастерам, которым хотите. У нас сейчас даже трафик в школу, в Краснодарскую, во многом состоит из иностранцев, люди, которые прилетают из других стран. Да, вот последний курс из-за закрытых границ не собрался. Было индивидуальное обучение, это вообще огонь, просто повезло человеку. Да. Из-за карантина закрыли границы, и из трех человек, которые записались на вип-адванс, к Жене Якушкиной смог доехать только один. Ну, наверное, где-то с полгода я работала сама. Я не могла никому отдать. А потом я поняла, что я начинаю уставать, потому что прям случалась куча событий. У меня, допустим, заболел какой-то инфекцией сын, он был маленький. Его положили в инфекционку, а у меня курс, они все из Америки. Я просто не могла взять и лечь в больницу, не прийти к ним, потому что они совершили ужасное путешествие. Ко мне приехать, не к кому-то другому. Пришлось няне лечь с ним в больницу. У меня вот так трусились руки, когда я работала. Я не знала, что там с ним. У меня собака умерла, и я включила актрису, выпучила глаза и пошла работать. Вот он у меня умер сегодня утром. И весь день я учила, и все оставшиеся дни я учила. Они только к концу курса узнали. То есть, я выходила порыдать, заходила. Они такие, ну, как бы, они там все в поту, они даже не видели, что… Короче, ну, это была очень такая тяжелая нагрузка на меня, постоянное обучение, и я начала привлекать мастеров. У меня было уже большое количество классных мастеров, которых я очень долго учила. Они прошли крым-рым, и я начала на них пытаться распределять трафик. То есть, в моем фейсбуке, в моем инстаграм, везде сотрудники удаленные, они начали говорить, а есть вот такой-то классный мастер, а давайте к нему. И плюс, я их выдергивала к себе на вип, и я прям заставляла их. Они приезжали, они со мной учили. То есть, я им говорила, что говорить, как говорить, постоянно их поправляла. То есть, это такая, прям, обучение учить. Я обучила очень большое количество людей на тот момент, очень большое количество иностранцев, потому что к ним особый подход. Они любят, когда прям вот всё по полочкам разложено, всё разжёвано. Там наши мастера приезжала, Оксана Фомкина постоянно, Старшинова приезжала, Куцуволову приезжала, мои внутренние здесь, краснодарские мастера со мной постоянно тусили. Плюс создавался сарафан. Они к себе уезжали, говорили, а вот есть такая-то, вот есть такая-то. Вот езжайте. То есть, вот это была постоянно работа, там, не знаем, наверное, в районе года постоянно со мной кто-то находился из вот этих вот наших мастеров, чтобы трафик пошел в их школу. Уже работал Питер, уже работал Ростов, Москва, везде работало обучение, но все хотели прям вот только ко мне. И мы начали что делать? Поднимать цену. На протяжении всего вот этого года, когда я учила активно мастеров из-за рубежа, я их учила на самом деле не базовым техникам, я их учила тем же самым волоскам, которые я делала уже миллион лет и заставляла всех тоже их делать. И на тот момент в Питере работала Аня, делала только растушевки, я постоянно ее долбала просто, я ей ставила задачи в мегаплан. Козлова, кстати, волоски делает чаще тебя, все у нее завалено волосками, а ты что лысая? Никто не поедет к тебе учиться без волосков и теней. Найди модели и сделай пару десятков волосков и теней, они продаются лучше. Рисуешь домики всякие, думаешь мне неохота Багира дорисовать или в планшете порисовать. Я ставлю тебе задачу в мегаплане 20 волосковых и 20 теней разноцветных нанять и сделать. У тебя портфолио ни о чем вообще. Работы средненькие и фото некрасивые. Что ты считала свои работы хорошими? Если сравнивать институт твою и Козлова, я бы поехала к ней учиться. У тебя нет таких работ, хоть ты ее и учила когда-то. Ты реально считаешь, что я какую-то из твоих работ незаслуженно раскритиковала? Или ты дифирамбы хочешь? Твои растушевки для клиентов ничем не лучше растушевок твоих мастеров. Ничего выдающегося ты не делаешь. У меня сейчас на курсе девочка, которую я усердно в ВИП в Питере продавала. Она мне сказала, я посмотрела работы и не захотела ехать. На хер я стараюсь? На домики твои они смотреть, что ли будут? Кстати, недавно Женя Якушкина опубликовала пост, где она мне напомнила, что я им говорила, топ-мастера не будут получать зарплату, если они не делают волоски. За волоски будут получать, за растушевки не будут получать. То есть, я их пыталась стимулировать. Потому что я говорю, посмотрите, ребята ко мне едут делать волоски. То есть, я вас учила волоскам, продолжаю учить. Они иногда делали их на моделях, но не хотели делать на клиентах. Я ставила задачи в Мегаплан всем, Фомкиной, Куцеволовой, Старшиновой. Они приезжали ко мне и у меня курс три человека, четвертым работает Куцеволова и пашет вместе со всеми. Я ее учу вместе со всеми. Периодически она встает, когда модели нету и учит остальных, помогает им. Короче, такое насилие было мое над ними, чтобы они наконец-то начали делать волоски, по которым они сложнее, они дольше в работе. Они, не знаю, клиенты чаще недовольны, потому что, когда нету практики, у тебя получается сикость-накость и заживает так себе. И нужна постоянная практика, чтобы получалось. И вот эти войны с мастерами, с топ-мастерами, я создавала чаты, я их пыталась объединить. Мы там все обсуждали, как ложится, как приживаются схемы и прочее. Но эта работа была долгая, длинная. И вот пока не запустился сарафан во всех этих городах, пока не начали работать курсы ВИП в Ростове, в Москве, в Питере, более-менее активно. И вот тогда они перестали ездить ко мне, стали уже учить у себя студентов. Немного моих комментариев. Вы услышали, что такое мегаплан. Здесь сейчас появятся скриншоты, которые передаст Лена. Ее переписки с миссис «Сама все сама» или Миссона, кто она сейчас. Это Анна Куцеволова, которая утверждает, что она всего добилась сама. Это крайне ничтожный человек, не рукоподаваемый, не лещеподаваемый и вообще крайне нами презираемый за то, что он сделал. Вы об этом узнаете в 2018 году. Мы обязательно снимем эту серию и раскроем. Но пока Лена ее пушила и продвигала везде по максимуму. Система мегаплан – это система управления проектами, при которой вы не просто говорите «давай, работай». Нет. Вы ставите конкретную задачу, ставите метрики достижения этой задачи. И в случае, если человек ее не достигает, то ему даже назначается штраф за то, что он ее не достиг и не сдал эту работу вовремя, что не сдвинул крайнюю дату исполнения и дедлайн. После этого мы собирали деньги и продолжаем собирать за просроченные задачи и отправляем их в детские дома. Ну, не детские дома, а в помощь… Но раньше в детский дом, мы содержали детский дом где-то там вот на Дальнем Востоке, что ли, какой-то детский дом. Да, мы содержали за счет этого целый детский дом, помогали. Что в какой-то момент очень много штрафов. Да. Но потом все стабилизировалось, и система мегаплана, она помогает держать дела в порядке, когда у вас очень много сотрудников. Потому что наверняка у вас было такое, что вы говорите своему сотруднику, «Саш или Леш, сделай, пожалуйста, так, чтобы вот у нас карандаши здесь не лежали, и убери, и подготовь, чтобы здесь лежали ручки». Да, хорошо, проходит время, он ничего не сделал. И ты забыл. И ты забыл. В итоге смотришь, где ручки, ручек нет, так я же говорил, ах ты козел и так далее. Чтобы этого всего не было, ставится задача, например, звучит так, убрать ручки, заменить на карандаши, прислать фотографию к такому-то числу. Все, не присылаешь, наказание. Присылаешь, все хорошо, бизнес-процессы идут дальше, мегаплан. Это круто, обязательно используйте, несмотря на то, что он дорогой. В этом же году я начала заставлять топ-мастеров снимать видео. Я хотела, чтобы они присутствовали на нашем YouTube-канале. Я говорила, как это делать. Я помогала, мы писали вместе сценарии, они присылали мне на одобрение. Но в основном это была Аня почему-то, почему-то, потому что Питер очень тяжело стартовал. Такой шикарный город, денег много, все художники. Дела шли плохо, и так как в Москве было все неплохо на тот момент, она качала нормальные деньги по обучению. В Ростов особо никто и не собирался ехать. Ну, так вот, если так уж. А Питер, вот меня прям, это было дело принципа, чтобы он начал зарабатывать деньги, потому что они там просирали время и как бы были в минусе. Это были видеоролики, это был мой Facebook, уже на тот момент раскрученный, где постоянно каждый день сыпалась куча заявок, хочу учиться, хочу учиться. Я дала им все доступы, и они вели трансляции. Более того, их заставляла это делать в моем Инстаграме, в моем Facebook. Короче, я им прописала, вот ты должна там раз в день выйти в Перископ, раз в день в Фейсбук, раз в день в Инстаграм, выложить столько-то работ. У работы должно быть столько-то лайков, эту работу не выкладывай, то выкладывай. Вот у тебя должны быть модели в мегаплане, вот количество моделей. И они начинали выйти, они начинали мне вот из своих городов говорить, да это же невозможно, я не могу, да ты меня уже замучила, сколько вот ты хочешь от меня слишком многого. У меня тут еще вот работы, клиенты хотят растушевки. Короче, вот эта война шла, и периодически я психовала, говорит, да выйдите нахрен себе, все идите в жопу, я не буду. Потом опирать начинала, то есть у меня нет такой черты, как у тебя, когда сказал и сделал. А я такая, ну ладно, ну там и это. По поводу Питера, дела в Питере действительно шли не очень хорошо, в том числе из-за того, что маркетолог отвалился, работал некорректно и выгорел, я об этом говорил. Он выгорел еще в 2016 году, но потом он вернулся в ноябре в качестве обычного маркетолога, отработал еще три месяца и мы его уволили. Маркетинга нет, как по-другому делать клиентов мы тогда не знали. И с обучением, кстати, все хорошо было, там в принципе все работало и без маркетинга, а вот с розницей все было плохо. На тот момент мы забрали четверых или шесть мастеров из Питера, в Краснодар, мы об этом говорили. И это действительно они талантливые девочки, художники, с ними было, наверное, одно удовольствие работать. Мы тем самым помогли Питеру не провалиться в эту яму, потому что когда все-таки клиенты пошли по разным причинам, может быть, перенастроили рекламу, может быть, появился сарафан, мы этих девочек вернули и они, конечно, встали в строй и сильно Питеру помогли. Там было дело так, то есть сидят мастера, они обучены, их сразу много, Аня взяла человек семь или восемь вместе с ней, а клиентов столько нету. Я предложила, говорю, давай мы заберем твоих там четырех или пятерых. Они приехали, отсидели целый месяц в Краснодаре, они учились, работали. Это помогло пережить тяжелые времена, они вернулись и начали работать, как бы мы не потеряли коллектив. До сих пор, кстати, мастер работает в ее студии. Да, кто-то из них там есть, оставшиеся. Итак, мы переместились в мой кабинет-студию. Я оборудовал здесь студию для съемок своего проекта «Красивый маркетинг», который, к сожалению, мне пришлось закрыть, потому что меня начали обвинять в инфо-цыганстве. Но это другая тема. Так или иначе, я вернусь к съемкам обучающих видео, но они будут бесплатные, полностью. Не будет никаких там продаж, вебинаров и прочего. Пока что мы воспользуемся тем светом, который есть, для того, чтобы вы насладились вот этой сочной, красивой картинкой, на фоне которой моя жена выглядит особенно хорошо. Да? Она ожидала гадость, но гадости не получила. С этим начались первые проблемы. Все потому, что человек, когда он управляет бизнесом, он похож на жонглера. Если он берет на себя слишком много полномочий и не делегирует, количество шаров, которые он может одновременно вот так держать, оно ограничено. Хороший жонглер может держать 10, может быть. Но рано или поздно они рассыпаются и, как показывает опыт, рассыпаются все шары целиком. Ну, как бы все обрушивается. И вот примерно то же самое случилось и с сетью. Распределение обязанностей внутри компании было следующим. Я управляю продажами и маркетингом, а также стратегией, контентом, вообще всем. Люди на местах, они управляют наймом, они управляют операционно, контролируют мастеров, обучают их, взаимоотношениями с клиентами занимаются. В общем, операционная деятельность на местах. Наверное, там, если анализировать, почему так произошло, мы, наверное, вернемся к этому в 2018-2019 году. Как всегда, ставьте лайк, колокольчик. В общем, подписывайтесь, вы знаете, что делать. А здесь я хотел бы просто рассказать о том, что я чувствовал, что я помимо того, что я выгорел, я еще и не справляюсь со своими обязанностями. То есть, я просто не привожу, как маркетолог. У нас стратагема, вообще, развитие, стратегия развития основана на использовании маркетинга и постоянном насосе клиентов из интернета. Это также ошибка. Но, так или иначе, мы столкнулись с тем, что в студии в Иркутске, со владельцем которой была девочка, которая работала у нас в колл-центре, она уехала обратно в Иркутск и открыла студию. Хорошая девочка, Анна Макаренко, она просто перестала справляться. Мастера очень слабые, студия не развивается. Потом выяснилось, что Аня занимается параллельно еще и сетевым маркетингом. Амвэй. Да, Амвэй. Мы об этом не знали, но вот так сложилось. В итоге никаких претензий нет, но постоянный низкий уровень мастеров из Иркутска. Красная зона. Они все были в красной зоне. Мы приняли решение о том, что мы закрываем Иркутск, мы поставили в известность Аню и это был первый действительно такой фиаско, потому что мы закрыли действующий город, который просто существовал там несколько лет, два года. Приносил деньги, но просто мы не могли. Небольшие, но он не был в минусе. Она жила, она потом говорила, я живу на эти деньги, как вы можете закрыть. Но просто когда мастера не соответствуют критериям, и они делали действительно плохие работы, хоть и клиенты шли, но мы решили перестать работать с ними. А у нас огромная часть нашего принципа жизненного, что ли, это не делать зло. То есть если мы видим, что мы причиняем зло людям, которые нас окружают, нужно остановить это немедленно, исправить и так больше не делать. В случае с Иркутском мы видели, что мы не делаем людей красивее, а наверное… Стыдно было. Было стыдно за эти работы. Да, нам было стыдно и мы ничего сделать не могли. Мы даже девочек вызывали на переподготовку. Здесь их переподготавливали, отправляли. Она ушла в декрет. Я просто помню, Нина. Она ушла в декрет. И просто, когда я говорю, этих надо уволить, вот просто я говорю, что я на них ставлю крест. Их надо уволить, нанять новых. Начинаются разговоры, я не могу найти, но пусть эти еще поработают. И вот это какая-то… Да, это проблема того, что Аня не мастер. Вообще быть владельцем студии не мастером крайне сложно. И потому, что вы не владеете ключевым продуктом, вы не можете легко подготовить нового мастера в случае ухода текущего. И именно на эту иглу села наша бывшая партнер по франшизе Ирина Павлова. И там мастера крутили и продолжают, наверное, крутить их как могут. В эту же лужу села и девочка из Иркутска. Короче, если вдруг у вас есть идея, что вы не мастер и вы хотите вот так вот открыть и просто жонглировать мастерами и управлять студией, у вас это не получится, к сожалению. Вообще фонд достаточно негативный, несмотря на то, что мы, в общем, в апреле уже выплатили этот дом. Мы не могли, как говорится, жить так, чтобы нам было хорошо. И мы взяли еще в лизинг ренджровер за 7 миллионов. Привыкли жить вот так. Привыкли жить, да, хорошо, с размахом. На самом деле, все так, ну, жизнь теряла смысл, я так это назову. То есть дом помогал, да, это очень классно, это здорово, семья, это хорошо, но с точки, что касается работы, все было все хуже, хуже, хуже. Лена, наверное, расскажет свою мысль. То есть я все больше и больше и больше уходил от управления. Практически не занимался самой студией, мне просто как посттравматический синдром у меня был. Плюс к этому я игроман, я играю в компьютерные игры. У меня вот такие запои игровые бывают зачастую, которые как раз таки, благодаря которым я ухожу от реальности. Это не хорошо однозначно для бизнеса, но так или иначе, если вдруг вы узнаете, что Дима ушел играть в компьютерные игры, это означает, что ему текущая версия действительности не интересна. Ты потерял интерес просто и стал меньше работать. Ты продолжал искать маркетолога, я помню. Постоянно там у нас встречи были. Вообще, если вы думаете, что это ваша боль найти директора по маркетингу или вообще закрыть вопрос с маркетингом и рекламными компаниями, вы сильно глубоко заблуждаетесь. Это плач Ярославны каждого предпринимателя, который мечтает, чтобы ему решили наконец-таки проблему с продажами и с маркетингом. А еще потом, желательно, юристы, чтобы пришли, чтобы пришли бухгалтера, взяли на себя вот эту унылую работу с бухгалтерией, а еще, чтобы пришел финансовый директор и навел порядок в финансах в кои-то веке, а потом, чтобы пришел еще оптимизатор бизнес-процессов, еще и оптимизировал. В общем, предприниматели, люди ленивые, очень часто хотят, чтобы все за них сделали. А к сожалению, в случае 95% из вас, вам никогда не найти своего маркетолога или директора по маркетингу, если вы хотите давать маркетинговой кампании или создавать рекламу, вы должны делать это сами. А в случае, если вы преуспели в этом, то в этом случае только вы можете делегировать эту функцию. Такой урок. У нас были случаи, когда кто-то из партнеров приводил человека, говорил, он классный маркетолог, вообще вау-пау-пау, ты там 3-5 вопросов и он лез вон там. Просто люди обманывают, приходят, навешивают лапшу человеку, который вообще не понимает. То есть, вот мне бы могли бы навешать, потому что я никогда не погружалась, для меня там все это слишком сложно, запутанно и вообще не интересно. И любой там псевдо-маркетолог может мне повесить кучу лапши на уши, и я возьму его на работу, буду тратить бюджеты, сливать бабки, короче, и не иметь ничего. Если вы, как и она, легко попадаетесь на эту ловушку и у вас был такой опыт, связанный с тем, что вас маркетологи обманули, или отдел продаж, или обещали вам настроенную рекламу, окинули, пишите в комментариях, посчитаем, сколько нас. Теперь вы в моем кабинете. У меня он, в отличие от Диминого, очень солнечный и зеленый. И здесь у меня вот стоит такая беговая дорожка, на которой я стою и работаю. Стол у меня, как видите, я им уже хвасталась, опускается вверх, поднимается, вернее, поднимается вверх, опускается вниз, в зависимости от того, что я делаю. Если я сижу, допустим, рисую на планшете, то я опускаю пониже, чтобы мне было удобней. Ну и хожу, короче, худею одновременно с работой. После того, как я, допустим, много поработаю на дорожке, у меня болят ноги, болит спина, я иногда падаю вот в это кресло, и сюда же приходит ко мне на аудиенцию муж, у которого в кабинете точно такая же дорожка. И на кресле мы уже расслабляем свои поясницы и ноги. Короче, вот такие мы работяги. В 2017 году мы, впрочем, как и до этого, мы продавали пигменты, мы производили их, но в маленьком количестве и продавали только своим студентам. Мы делали до 3000 процедур в месяц. Сеть студий наших большая, количество мастеров огромное, и на рынке не было пигментов, которые бы меня устраивали, которые нравились бы мне в укладке, в том, как они уходят после, там, со временем и после лазера. Мне хотелось работать, вообще подходить к процессу более системно. Я работала на тот момент Intense, Millennium Mom, Seturnal, Famous, еще какие-то пигменты, Dynamic. Это какая-то была вот такая смесь красок, которую мне посоветовал, там, Сивак на мастер-классе. Жуть уходили через зеленый цвет, кстати, до сих пор, по-моему, так тоже. Мы работали до этого, продолжали работать и, в общем-то, планировали работать своими пигментами, но мне все время казалось, что где-то существуют какие-то более хорошие, более кроющие, какие-то более классные пигменты. И я пробовала все подряд, все, что выходило на рынок, все какие-то новинки. Я покупала NPM, по-моему, из последних, и волна пошла пигментов шестое чувство, и я о них узнала, услышала, увидела работу каких-то мастеров, мне они понравились. И я поехала на мастер-класс к Алексею Хвисения, к производителю этих пигментов, и он сделал мне брови своими пигментами. Я купила тоже у него всю линейку, приехала пробовать. И мне очень понравилось то, что он мне сделал. Он мне перекрыл мои тоненькие серые брови. На тот момент они были прям очень тоненькие, он их расширил своими пигментами. И через примерно 3-4 месяца они вот так вот вмиг стали серыми. То есть, вся эта форма стала серой. И вот это вот у меня есть такая черта, я его оправдывала. Мне Дима говорит, да они же, они еще серо-фиолетовые какие-то. Да они же у тебя какие-то странного цвета. Да я, нет. И мы продолжаем пробовать работать его пигментами, и они странные. Они зеленые, они желто-зеленые на растирке. Вообще не понятно как. Только когда в коже понятно, какой цвет. И в каком-то из эфиров перископа меня спрашивали. То есть, я перестала ими работать. Никто из мастеров не захотел ими работать, потому что непонятно, как ими пользоваться. И в каком-то из эфиров перископа меня задали вопрос. А что там, как вот там брови их, весенняя там это, и какие еще пигменты есть. И я начала показывать их тоже. На ватку капать, я помню. Мы с Куцеволовой сидели, капали их. И что-то подхихикивали, потому что мы капаем, а там цвет какой-то зеленый. Мы такие, о-о-о, зеленый. Ну, в коже они нормальные. Вот так примерно это было. То есть, я даже их не критиковала, я просто показывала, какие есть. То есть, у меня там стояла в тот момент NPM линейка, вот это шестое чувство, фейсы. Короче, какая-то куча пигментов. И я вот о них говорила и показывала, что насколько они все разные. И все. Мы провели этот эфир, я помню. И ночью мне прилетела истерика просто. Какая-то истеричный вопль о том, что я тебя, тварь, засужу. Причем мы нормально общались. И Хвисенний передал кто-то какой-то кусочек, видимо, сделали запись экрана и переслали. Такие доброжелатели постоянно. Так делают со всеми более-менее известными мастерами. И мы отправили эту переписку. И он, не разобравшись, начал, да как-то посмело смеяться над моими пигментами. Короче, там просто какая-то реальная истерика, как будто это была какая-то баба в ПМС. И я в итоге пыталась ему объяснить, а потом сказала, пошел ты нахер просто. Чего я буду тебе тут оправдываться? То есть, пытаться сохранить отношения с истеричкой? Нахер. Пигменты мне его не понравились. Нахер. Брови его я удаляла уже на тот момент. И они уходили через оранжевый цвет, ядрёно-апельсиново-оранжевый. И как бы, ну, не люблю, вот когда со мной истерят просто. И рублю такие отношения сразу на корню. Ну вот. Но я в тот момент находилась все еще в поиске пигментов, продолжая эксперименты над своими. Плюс мне очень уже тогда хотелось, чтобы это было действительно производство. Мы к производству пришли в 2019 году. В тот момент мы еще мешали вот так вот пузырьки, разливали их капельно, там вот такими здоровыми одноразовыми шприцами. Но это все был колхоз. Одна из еще линеек известных пигментов, которыми я очень хотела работать и работала, была аква. Американские пигменты с огромной тоже линейкой, в общем-то были красивые цвета. И плюс в тот момент, как бы знаете, самым классным мастером, которого я наблюдала, была Наталья Еременко из Эстонии. Она действительно очень классный мастер, очень красивые делала работы и тогда, и они все лучше, у нее интереснее становились со временем. И она работала аквой. Из-за нее я купила этот долбанный NPM, из-за нее я скупила всю линейку аквы. У меня все еще сидели стереотипы, что вот мастер работает, бери все то же самое, чем она работает, и у тебя получится. Но нет. И я помню, что когда ко мне пришел мой один из первых мужчин с аллопецией, я делала ему брови аквой. Это были русые холодные оттенки, я помню хозелна там с чем-то еще, то есть основа желтая. И он пришел через год с оранжево-малиновыми бровями. Я охренела просто. И так вот сгребла и все, на хрен выкинула. Потому что даже этой аквой тренироваться на латексе не очень было удобно, потому что она была густая и довольно сложно было работать. Но пигменты – говно. И очередная линейка пигментов – это аква – оказалась тоже говном, потому что если с моим колоссальным опытом я не смогла с ними сработаться, я даже не могла представить на тот момент, как мастера моих студий, их 9, и более 70 человек работало в этот момент, и как они разберутся с этой линейкой. Короче, все ушло в мусорку. Проблема пигментов, она не так очевидна для мастера, который работает один. Ты всегда можешь что-то скорректировать, что-то подработать, что-то изменить. Когда под твоим началом находится, у нас находилось до 70 мастеров, представляете, которые находятся за много тысяч километров друг от друга. И ты должен сделать так, чтобы твое имя и твой бренд сохраняли положительный баланс, не было много большого негатива. И ты менял мир действительно к лучшему и делал людей красивее, и твой бренд был стабилен. То есть, с другой стороны, через год у тебя приходят красные брови. То есть, стабильностью это и не пахнет. Повторюсь, не было бы бренда пигментов наших, если бы мы нашли бренд, который удовлетворял нас по качеству. Соответственно, мы долго экспериментировали со всякими пигментами. На тот момент на рынке вообще ничего близко даже соответствующего нашим желаниям и критериям не было. И нам приходилось это все создавать. Тогда производство пигментов носило такой, знаете, кустарный характер. Это одноразовые шприцы, какие-то ведерки, какие-то бутылки. В общем, это трэш и полька. Более того, прямо сейчас более 80-90, если не 95 процентов всех производимых на территории России и СНГ пигментов делаются именно таким способом, кустарным способом. И современные производства, соответствующие всем требованиям, на территории России в 2020 году имеем только мы. Возможно, есть еще кто-то. Напишите в комментариях, если вы об этом знаете. Итак, мы приняли решение о том… Если есть доказательства. Да, если есть доказательства того, что есть производство, которое соответствует требованиям, стандартам, пожалуйста, в комментарии. Да, есть американцы. Да, есть тот же самый Permablend. Но у Permablend другая проблема. Огромная линейка, широченная линейка, которую сложно разбираться. И плюс к этому точно также при удалении уходит через апельсин. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что все-таки Permablend – это дочка большого тату-гиганта World Famous. И там им не до перманента. Они заняты татуировкой. И понятно, они там профессионалы. Итак, мы, набив шишки на этих интензах сереющих, на удаляющихся через оранжевые бровях, мы решили, что надо подходить к исследованиям системно. Мы выделили бюджет. Это около 300 тысяч рублей на разработку пигментов. На закупку, исследование. И Лена расскажет сейчас, как все это было. Я подумала, что кроме художника профессионального, этим заниматься, в принципе, никто не может. У меня было много дел, мне неохота была. И я контролировала все равно процесс. И я предложила, чтобы пигментами занималась Аня. Тем более, что в тот момент в Питере дела шли не ахти. Она могла нанимать модели, тестировать пигменты. Мы вместе выбирали краски, которые будем тестировать. Целые линейки скупали. То есть, там бюджеты были большие. И для нее мы выделили… То есть, ей эта работа оплачивалась. Все, какая-никакая копейка. То есть, она у нас же… Она в тот момент, по-моему, еще проверяла критерии, нет? Что-то она еще делала. Какая-никакая копейка – 300 тысяч рублей. Копейка к копейке проживет семейка. Ладно, шуточки. Короче, я подумала, что для нее это будет хорошо. И для меня это будет хорошо. Я все равно в теме, в процессе. И мы занимались вот этим тестированием пигментов, ну, долгое время, да. Это у нас 17-й год, еще 18-й год у нас есть. В какой-то момент я увидела, что есть такой мастер Элита Лунегова. Хороший мастер. Она то ли бывший татуировщик, то ли… Не знаю, почему она работала… Одна из самых первых начала работать и не скрывала этого тату миксами. Сама их там миксовала. У нее, в принципе, красивые работы были. Она даже утверждала, что она вообще без коррекции вроде как работает. Много гастролей было у нее. Ну, и она проводила мастер-класс именно по пигментам. Что-то не с колористикой. Ну, короче, прям вот миксы. Она обещала дать миксы. И я отправила Аню туда к ней, так как я сама ездить как бы не могла и не хотела. То есть, если бы я приехала на мастер-класс, там все бы не поняли вообще. И я отправила Аню. Они, в принципе, часто у меня мастера ездили на мастер-классы, на конференции. Мы им это оплачивали. И Аня привезла оттуда готовые миксы, вот Лунеговые. И на основе их там была какая-то абракадабра. Я не знаю, это были настоящие миксы, которыми она сама работала. Или она что-то давала, а что-то не давала. Там намешано было перманентные пигменты типа Аквы, там Динамик, там Миллениумом, Этернл. Вот совершенно разные линейки. Из них отовсюду по какому-то цвету взято и соединено в один микс. Причем, зачем Аквы, перманентный пигмент, густой, в то же время не сильно кроющий. И вот эта вот куча других из разных фирм каких-то цветов. Вообще непонятно, не объяснима. Она там объясняла, видимо, как-то, но Аня не смогла донести. И я сказала, нет, так мы не будем делать. То есть, так ему точно мешать не будем. Но мы какие-то взяли её там наработки, там всё это меняли и долго тестировали. И вот эти вот все миксы, они уходили через апельсиново-оранжевый цвет от лазера. То есть, я сразу ещё тогда Ане говорила, говорю, бери, даже если не на клиентах, не на моделях щёлкать, то хотя бы проверяй каждый цвет сразу вот лазером на инверсию. Какой цвет получится, если удалять лазером. Она что-то делала, что-то не делала. В итоге все её миксы, они были, в принципе, рабочие. Мы сначала их запускали на моделях, видели зажившие, потом запускали их в сеть, дорабатывали, перерабатывали, но они все удалялись через апельсиновый цвет. Это была проблема. Даже, то есть, Аня сейчас является производителем пигментов брови. И если вы зайдёте в их соцсети, они пишут открыто о том, что лазером удалять нельзя, удаляйте ремувером. То есть, люди вместо того, чтобы внести изменения в рецептуру и открыто признать свой косяк и сказать, ребята, вот пепел, вот пепел, смешиваем, посыпаем голову, говорим, что мы неправы. Они берут и говорят, ну, как бы, это не для лазера пигменты, это для ремувера. А нефиг делать ошибки, они говорят. А нефиг делать ошибки, серьезно? Да-да-да. А что вы работаете с ошибками? Не надо работать с ошибками. Поэтому, если вы мастер, вы планируете только купить пигменты и выбираете линейку. Внизу в описании будет ссылка, по которой вы сможете купить лучшие в мире, по нашему мнению, пигменты, которыми работаем мы сейчас, они офигенны. И при этом вы получите, а, бесплатную доставку в любой регион мира, в любой город, даже если вы закажете самую маленький дешевенький пробничек. И, б, вы получите в подарок, еще при покупке 15-миллилитрового пузырька, два пробника любого цвета. Напишите в поддержку, они вам помогут. Ссылка находится в описании. Это одно из публичных пространств нашего дома, это кухня. Здесь все максимально экономно. Это кухня Икея, вытяжка Икея, лампы, Икея, стол Икея, пол. Это вообще русская какая-то дешевая плитка. Это была наша такая давняя мечта, прийти в Икею и купить вообще все, на что глаз упадет. Ни в чем себе не отказать. Мы так все сваливали, сваливались, коврики там, полотенца. Да, а знаешь, что самое страшное? Что когда-нибудь наступит момент и у вас, когда вы придете в Икею, и там нечего будет купить. Вам ничего не нужно. И наступит счастье. И здесь, в общем-то, все максимально экономно. Это просто штукатурка. Еще где-то до сих пор, кстати, строительный скотч. Посмотрите. Я не знаю, это от кого. Может, от строителей, или от человека, который рисовал эту картину. Здесь все тоже максимально экономно. Самая дорогая вещь – это люстра молекула, купленная в Дисондо за фантастические 79 тысяч рублей. За кусок пластика отдавать эти деньги нет смысла. Всего на ремонт мы потратили около 2 миллионов рублей. Дом больше 300 квадратов и 2 миллиона ремонт. Это, конечно, так себе. Диван основной, который у нас был, он был сделан практически из палет. Сейчас уже это новый диван. Он стоит там несколько сот тысяч. А был вообще очень дешевый, максимально дешевый. Все. В общем, мы были ограничены по максимуму. Тем не менее, мы в этом доме очень счастливы, потому что он дает нам незабываемое ощущение личной свободы, комфорта и отсутствие самого главного человека и самого главного врага в вашей жизни. Вы знаете, кто это? Это человек-сосед с дрелью. Здесь его нет. Санузел первого этажа. Заходи. После этого вы можете сказать, что Нечаево пускали вас просто в самые интимные места своего дома. Давай дальше. Лишь бы дверь не открылся, я там не сидела. Поднимаемся на второй этаж. Если вы знаете и замечаете, как сделаны лестницы. Обычно на ступеньках есть специальные такие округлости, которые сделаны для того, чтобы не биться. Мы решили сэкономить, потому что они стоят очень дорого. И просто сверху постелить вот такие вот коврики для того, чтобы не разбивать ноги при ходьбе. В нашем доме есть второй свет. Этот второй свет очень хорош для наблюдения за детьми, для общения. Здесь прекрасная панорама. Можно посмотреть, например, на жену, которая там сидит. В этой комнате играет моя дочь. Пошли подсмотрим за ней. Вы видите, что она сидит за двумя мониторами и игром манит в папу, да? Да. Это санузел второго этажа. Мы всегда хотели, чтобы внутри в этом санузле была огромная ванная, в которой можно было бы поместиться вдвоем. И в этом санузле такая ванна есть. Литраж ее просто офигенный. Вдвоем здесь в зимние вечера вот так купаться. И самая важная комната в этом доме – это наша спальня. Смотрите, как выглядит спальня. Это самая темная конура, берлога, которая вообще может быть. Самая маленькая комната в доме – наша. Почему? Потому что мы используем ее очень утилитарно. Пришел, лег, уснул, проснулся, пошел. Все. Больше ни для чего она не нужна. Пойдем сходим на улицу. Итак, мы на улице. Вот это останки упаковки от супер дорогого горного велосипеда, который приехал к Лене только сегодня. Это моя машина. Это наши два сына. Сын и дочка. Три-три. Третий идет. А это пасынок. Если что, нам продали его, как Джек Рассел Терьера. Ей продали. Да, мать. Драссел. Драссел. Это машина Лены. Пойдем дальше. Это большой просторный вольер для собак. Но самое важное, перед тем, как мы перейдем к бассейну, я хочу кое-что вам показать. Здесь сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь велосипедов. И будет еще восьмой. Мы очень любим кататься на велосипедах. Это наша страсть. Соответственно, вот наш велопарк. Здесь он весь. Пойдем дальше. Здесь находится цветник. Наверное, о нем расскажет Лена. Это ее гордость. И все, что она делает каждый день, это подходит и вот так начинает их обдирать, общипывать. Но, чтобы цветочки росли буйно, у них надо сухие удалять цветочки, иначе они тогда перестают цвести. Я так успокаиваюсь. Если я психатошная в какой-то момент, я хожу, отдергиваю все эти, поливаю и становлюсь такая милашка. Это одно из самых часто используемых в доме, одна из самых часто посещаемых нами локаций. Это бассейн. В нем есть подогрев, так что теоретически 36 температур можно обеспечить даже холодной зимой. Этот бассейн очень любят у нас собаки. Заходи, Ходор, иди купайся. Иди искупайся, мой малыш. Можно? Иди купайся. Купайся, мой хороший, поплавай. Они воспринимают это как естественную часть их окружения. Осмелился, слышишь? Они плавают, купаются. И, в общем, мы за них рады. Для собачек. Наруто, выплывай. Здесь находится наша чил-зона. Конкретно здесь мы собираемся с друзьями. Иногда их приходит очень много. И мы чилим, отдыхаем. Этот стол превращается в костер. И когда прохладно, мы зажигаем костер и наслаждаемся звуком костра и теплом, глядя вот на этот вид. Посмотрите вместе со мной, как это смотрится отсюда. В 2017 году у меня впервые появилось ощущение, что Аня Куцеволова хочет уйти из компании. При этом в самой компании мы обговаривали условия, по которым этот человек, любой человек может эту компанию покинуть. Но когда мы предприниматели... А-а-а! Как ты так сладкий. Привет, сладкий. Чёрненький. Ты чёрненький? Да. Как дела у тебя? Хорошо. Хо-хо-хо. Сын приехал был на море. Он закрыл тебе микрофон. Всё, малыш, мы сейчас вот-вот чуть-чуть закончим. Беги к ним. Хорошо, беги. Ты так вырос. Ок, он сказал ок. Мы предприниматели и ситуации в жизни могут быть абсолютно разные. Например, кому-то надоест этим заниматься или кто-то, не дай бог, умрёт. Мы все смертны и его наследники захотят получить часть прибыли. И мы обсуждаем, и все об этом знали, как выходить из компании. Мы обсудили, что компания в общем наша, это не IT какая-нибудь штука. Мы оцениваем её, исходя из годовой прибыли. Соответственно, доля партнёра – это стоимость, это прибыль, которую мы получили за полгода работы. Например, если компания приносит по 200 тысяч рублей в месяц прибыли на партнёра, соответственно, суммарная прибыль – это 400 тысяч. Мы умножаем 400 на 6, получаем 2 миллиона 400 тысяч рублей. И если, например, человек хочет выйти, он эти деньги нам передаёт и выходит. Мы поддерживаем плавно, чтобы человек не потерял трафик, чтобы человек не потерял деньги. Этот выход спокойно, по-честному разрешаем ему выйти. Передаём ему, соответственно, все базы, все технологии и прочее, прочее. Человек выходит, все счастливы. И я говорю Лене, что Аня хочет выйти. Я это чувствую. Она недовольна текущим сотрудничеством и хочет уйти. Но у меня даже в мыслях не было, что человек, который провёл с нами 6 лет, может поступить так, как он поступил. И мы об этом расскажем в следующей серии. Подписывайтесь. Так вот, я чувствую жопным чувством, что что-то не так. Я говорю Лене, слушай, она хочет уйти. Как ты отреагировала на это? Во-первых, я у неё сразу спросила. Я ей прямо в цвет написала. Я говорю, Аня, у Дима ощущение, что ты хочешь от нас уйти. Она возмутилась, сказала, как ты могла подумать. У меня даже в мыслях не было. Я успокоилась и тебе это сказала. Она говорит, нет, она топит наоборот. Она говорит, да, да, давай, у нас энергия, всё, супер, мы сделаем. Ну, может быть, я неадекватен, но я чувствую это, знаете, как затылком. Я чувствую, что человек хочет уйти и нет, чтобы сообразить, сопоставить это чувство и реальность и понять, что если человек не говорит о том, что он хочет уйти, а наоборот изображает, что он не хочет уйти, то значит, он хочет тебя кинуть. Я такого опыта ещё раньше до этого не имел, но мы о нём поговорим в следующей серии. Итак, мы заканчиваем. Что бы мне хотелось прежде всего вам сказать? Этот дом и эта семья, и эти отношения, которые вы, может быть, увидели в этой серии, как мне кажется, вам может послужить такой путеводной звездой относительно того, что всё возможно. Всё возможно, вы не рабыни, вы можете реально менять реальность вокруг себя, если вы действительно этого захотите. Если вы будете фанатично чего-то хотеть, если вы будете просто без ума от чего-либо, как Лена была без ума от этого дома, я уверен, что рано или поздно ваша мечта сбудется, и я очень хотел бы, чтобы у каждой из вас такой дом рано или поздно появился, а также появился такой муж, такой ребёнок и такие собаки. Итак, я точно знаю, что все мастера, которые в 2018 году будут подробно исследованы и препарированы на нашем контент-столе, они просто очень сильно боятся этого момента, когда карты все вскроются, когда все узнают, кто они на самом деле. И я обращаюсь именно к вам. Девочки, вы недооцениваете нас, мы подготовимся ещё сильнее, чем вы думаете. И более того, ваш ад, который явился следствием ваших подлых поступков и предательств, он только начинается. А мы оставляем вас, у нас всё хорошо, у нас прекрасный дом, собаки, дети, у нас абсолютно всё офигенно. И об этом мы тоже расскажем в сериях, которые будут в 2019 и в 2020 годах. Подписывайтесь на этот канал, включайте уведомления в Instagram, чтобы вы видели первые наши все публикации, нажимайте на колокольчик и в Telegram, конечно, где всё без цензуры. «Чтоб стать царём зверей, мало вести себя по-царски. Надо быть царём. Нельзя сомневаться. Сомнения порождают хаос и ведут тебя к гибели. Так сказала моя царица. Может, это?» Субтитры создавал DimaTorzok